2162 год. Люди на космических кораблях в спешке покидают Землю. Климатическая машина планеты дала сбой. Сильнейшие ураганы и смерчи следуют один за другим. Пономальная жара чередуется с лютыми морозами. Жить на нашей планете невозможно. По мнению некоторых ученых, такое будущее ждет Землян через 150 лет. Виновник этой дисгармонии сам человек, а точнее энергия, которую мы производим. Используем очень нерациональный способ получения энергии. Вот сжигание углеводородов, то есть нефти, газа, угля. Весь этот процесс имеет КПД всего лишь 10%, ну как старого паровоза. А 90% получаемой при этом тепла и энергии, оно уходит, оно является паразитной и уходит в земную среду. Когда эта дополнительная энергия составит примерно 0,1% от энергии, которую Земля получает от Солнца, наступит предел, после которого что-либо предпринимать будет поздно. Количество катастроф природного плана постоянно увеличивается. И не только количество, увеличивается и мощность разрушительной силы, которые сопровождают эти катастрофы. Вариантов решения проблемы множество. Однако пока это всего лишь идеи. Ученые едины в одном. Необходимо срочно осваивать другие планеты и искать запасной плацдарм для жизни Землян. Наиболее подходят для переселения наши ближайшие соседи – Марс и Венера. Сделать их пригодными для жизни могут огромные куски космического льда – кометы. Земная вода, которая опять-таки течет в наших реках и накопилась в наших океанах, это тоже вода, доставленная кометами. Чтобы изменить траекторию кометы и направить ее на бомбардировку Венеры, ученые предлагают использовать специальную пленку. Космический аппарат разворачивает ее на пути кометы. Небесное тело попадает туда, как рыба в сеть, а дальше дело химии. Лед кометы под пленкой тает. Образуются газы, которые через специальные отверстия, напоминающие сопла ракет, вырываются наружу. Так меняется траектория движения. Будет какое-то отверстие, которое будет позволять регулировать направление этой струи выходящего газа и отклонять ее от той траектории, по которой она движется. Удары комет по Венере позволят ослабить парниковый эффект и наполнить планету водой. Дальше можно запускать земные микроорганизмы, которые насытят новую атмосферу кислородом, а после чего на утреннюю звезду может отправляться и человек.